Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах Рубска. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной таможенной службы России. Служащие, которые контролируют перемещение товаров через государственные границы, а также ведут борьбу с контрабандой. Подробнее об их работе в островном регионе расскажу я, Анастасия Красова, через несколько минут. Сегодня на рыборазводных заводах Сахалинской области одновременно находятся больше миллиарда икринок. В первый месяц инкубации икра нуждается в переборке. О том, как перебрать за смену до 3,5 миллионов икринок, через несколько минут расскажу вам я, Николай Ильич, не переключайтесь. Высшее духовное лицо страны на прямой связи с Сахалином. Впервые за всю историю области служители православной церкви на островах организовали телемост со святейшим патриархом Московским и всеяруси Кириллом, о чем говорили и к чему пришли, расскажу я, Вера Рудакова, через несколько минут. Не переключайтесь. Они не верят в плохие приметы и надежно оберегают экономические интересы, а также безопасность страны. Свой профессиональный праздник отметили таможенники. Задача этих людей не пропустить контрабанду, контролировать все, что пересекает наши рубежи на поезде, автомобиле и самолете. Подробнее о нелегкой работе защитников границ островного региона репортаж Анастасии Красовой. Виктория Жаркова больше 30 лет трудится в таможенной службе. Начала свой путь еще в Невельске, а после переехала в областной центр. Сегодня она главный государственный таможенный инспектор. За годы работы поменялось оснащение, механизмы профессиональной деятельности. Но приоритеты всегда остаются неизменными. Объединенный отдел, который включает в себя очень многие направления контроля. Начиная с прибытия судов, мы контролируем таможенные посты, оказываем методическую помощь, взаимодействуем с участниками внешнеэкономической деятельности. Огромный пласт у нас направления с резидентами территории опережающего развития. На пресс-конференции руководитель учреждения Игорь Кокорин подводит итоги работы за 9 месяцев текущего года. За это время региональная таможня возбудила более 400 дел об административных правонарушениях, а также 5 уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков и стратегически важных ресурсов. При этом сотрудники отмечают – выросло количество особо опасных преступлений. В 2023 году пересекло границу более 2800 морских судов. Это тоже рост небольшой с прошлым годом. Более 61 тысяч физических лиц, 126 воздушных судов. Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире. Она включает в себя 8 региональных управлений и 3 специализированных. В Сахалинской области в этой структуре работает более 500 человек. Каждый из них доблестно выполняет свой долг. Налаживается сообщение морским транспортом. Речь идет в первую очередь о портах Японии и Кореи. Налаживаются контейнерные перевозки. Вы, несомненно, знаете, что увеличился ввоз легковых автомобилей физическими лицами. В день таможенника, разумеется, не обошлось без поздравлений в адрес лучших представителей профессии, благодаря которым и удалось достигнуть таких показателей. Их заслуги по достоинству отмечены на торжественном собрании. Анастасия Красова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске задержали 20-летнего курьера, который действовал по указке телефонных мошенников. Правонарушители работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Однако в этот раз они позвонили на домашний телефон оперуполномоченной уголовного розыска городского ОМВД. Сотрудница полиции подыграла злоумышленникам и согласилась отдать их пособнику 200 тысяч рублей за дочь, которая якобы попала в ДТП. Параллельно, ведя переговоры с якобы со следователем, я сразу посредством WhatsApp стала писать начальнику поделения по мошенничеству о том, что на меня вышли мошенники и что мы договорились о встрече. Сейчас они подъедут на адрес, который я указал. Быстро приехали сотрудники и быстро схватили. Установлено, что по указке мошенников задержанный успел забрать денежные средства у трех жительниц Южно-Сахалинска и одной Анивчанки в общей сумме более 2 миллионов рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Рыборазводные предприятия островного региона завершили закладку лососевой икрыной инкубации. Всего заготовлено больше миллиарда экземпляров. Теперь перед специалистами стоит задача обеспечить их максимальную сохранность. Одним из первых этапов работы с оплодотворенной икрой является так называемая переборка. О том, что это за процесс и почему его важно провести в сжатые сроки, расскажет Николай Анискин. Директор этого рыборазводного завода Александр Бородулин в отрасли трудится уже 45 лет, потому в разведении сахалинских лососей разбирается, как говорится, от а до я. Сегодня под его началом, кроме дюжины человек-персонала, более 40 миллионов икринок. И каждая требует ежедневного внимания. В каждом таком боксе помещается до полумиллиона икринок. Для того, чтобы она развивалась нормально, дважды в сутки эту икру необходимо переворачивать. Специальная камера позволяет нам увидеть процесс ворошения изнутри емкости. Зрелище завораживающее. Кроме того, на этом этапе, он называется стадией глазка, всю икру необходимо перебрать, чтобы отделить нормально развивающиеся икринки от тех, которые погибли и могут превратиться в очаги инфекции. Без специальной техники перебрать такое количество икры в месячный срок, пока икринки набрали максимальную прочность, почти невозможно. Эффективных икроотборочных машин российского производства, по мнению рыбоводов, пока не выпускается. Используют американские и японские. С этими аппаратами мы перебираем за одну смену четвером, пятером человек, 3,5-4 миллиона. То вручную надо перебирать 30 человек, чтобы все это перебрать. Механизация позволяет в разы снизить расходы рыбоводов и исключить пресловутый человеческий фактор. Но только на 99%. Погрешность в переборке аппарата составляет где-то 1%. После него приходится перебирать ручную рыбу. Для человеческого труда как никак. Примерно через месяц после облаготворения малыши лосося прорвутся через икорную оболочку. Тогда их ждет переезд из боксов в более просторные помещения со специальным субстратом и каналами. На этапе вылупления личинка связана с желточным мешком. И все работы с ней специалистам придется проводить в темноте. Свет, когда попадает, начинается движение. Она начинает его быстрее расходовать. На развитии это в принципе особо не сказывается. Но она раньше встает на плав. Раньше мы ее должны кормить. А мы ее не можем кормить, потому что вода у нас будет холодная. В начале мая личинки превратятся в мальков. И рыбоводам останется лишь откормить их до рекомендуемой наукой навески. Чуть менее 1 грамма. После чего молоть отпустят. Больное плавание. Новое общественное движение православной молодежи стартовало во всех регионах России. Об этом юным островитянам сообщили на встрече со святейшим патриархом московским и всеяруси Кириллом. Общение состоялось в формате онлайн в Сахалинской областной научной библиотеке. Какие еще вопросы обсуждались и на чем заострили внимание, расскажет Вера Рудакова. Ваше святейшество благословите! Своё обращение к высочайшему духовному лицу России члены общественной организации братства Александра Невского репетируют заранее. Конечно, ребята взволнованы. На прямой связи с Сахалином в формате онлайн святейший патриарх московский и всеяруси впервые. Между нами более нескольких тысяч километров, но мы будем слышать нашего патриарха, причем будет молодежь слышать. Встречи с молодежью происходят на базе Московского государственного педагогического университета в Москве. Выбор не случайен. Этот год в России указом президента посвящен педагогам и наставникам. И сегодня с будущими преподавателями, а также с молодежью страны обсуждают, каким должен быть учитель с большой буквы. Прежде всего подвижником, считает патриарх. «Подвижник – это ток, который двигается. Если человек стал доктором наук и многого достиг, и перестал двигаться, он перестал быть подвижником. А значит, никакого дальнейшего развития не будет». На связи сегодня не только Сахалин, но и несколько других центральных регионов России. Честь приветствовать патриарха от всего Дальнего Востока выпала именно островной молодежи. Это не случайно. Братству Александра Невского в следующем году 20 лет. И за это время организация стала широко известной своими добрыми делами. «Есть и благотворительные акции, такая как «Сотвори свое чудо», когда в преддверии Рождества Христова мы вместе с сахалинцами собираем подарки для тех семей, которым это необходимо. Есть мероприятия просветительского характера, это форумы, слеты». В процессе общения патриарха просит благословить еще одно доброе дело, которое стартует по всей стране. Это общественное движение православной молодежи «Верные». «Мы сможем чаще приезжать друг к другу в гости, мы сможем общаться больше. И, конечно, это очень радостно. В Священном Писании есть такие слова «добро быть и братьи вкупе», то есть вместе». Общение продолжалось более часа, было интересно и познавательно. Сегодня ребятам простым и доступным языком, без всякого пафоса, как говорится, от сердца к сердцу, рассказали о простых и в то же время сложных вещах, о любви к родине, к родному языку, о том, зачем нужны православные ценности, а самое главное – о духовном развитии, в котором каждый из них, безусловно, стал на ступеньку выше. Вера Рудакова, Алексей Исаев, Телекомпания ОТВ. Один ребенок погиб, а 52 несовершеннолетних островитянина получили ранения в результате происшествий на дорогах островного региона. Такова статистика за 9 месяцев 2023 года. О том, как предостеречь юных жителей Сахалина и Курил от беды, какие меры профилактики принимает госавтоинспекция, об этом мы поговорили с Натальей Щербаковой, инспектором УГИБДД России по Сахалинской области. Запись беседы смотрите в рубрике ГОСТ-студии. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какая ситуация по детскому травматизму сегодня сложилась в Сахалинской области? Расскажите, пожалуйста. На территории Сахалинской области за 9 месяцев 2023 года зарегистрированы 42 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В этих ДТП 52 ребенка получили ранения различной степени тяжести, и один ребенок погиб. Какие виды травм преобладают, и каковы основные причины ДТП с участием детей, где они являются пешеходами? Ну, конечно, преобладают травмы, это различные переломы от самых простых до серьезных переломов. Причины различные – это и когда водитель не уступает дорогу пешеходу, это и когда сам пешеход переходит проезжую часть в неположенном месте на красный сигнал светофора, когда дети выбегают из-за припаркованного автомобиля на дворовой территории, и водитель не успевает среагировать. В этом случае дети в качестве пешеходов получают серьезные ранения. Что можно сделать, чтобы предотвратить эту статистику, уменьшить, снизить ее? Какая работа проводится? На территории Сахалинской области сотрудники госинспекции ведут ширкомасштабную работу. Это начиная от рейдовых мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. То есть пешеходами, когда пешеходы несовершеннолетние нарушают правила перехода проезжей части. Это выявляют нарушения, когда водители перевозят детей без удерживающих устройств. То есть проходят такие рейдовые мероприятия на постоянной основе. Также сотрудники госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия по профилактике дорожного транспортного происшествия с участием детей в виде акций, викторин, конкурсов, флешмобов. Работа ведется и в образовательных учреждениях. Сотрудники посещают все учебные заведения. У нас существует и ЮИД, это юные инспектора движения. Это у нас насчитывается на территории Сахалинской области 125 отрадов, где занимаются 1558 детей. Эти дети подробно изучают правила дорожного движения, оказание медицинскую помощь, вождение велосипедом. И они несут эти правила среди своих сверстников, одноклассников, друзей, где-то даже помогают и взрослым, напоминают данные правила. Поэтому работа госавтоинспекции ведется широкомасштабно, в разных направлениях и взаимодействуем как с Министерством прозвания, очень тесно, так и с различными общественными организациями. На Ваш взгляд, сходя из Вашей практики, из Вашего опыта, какие меры еще и кому нужно предпринять, чтобы уменьшить детский травматизм на дорогах? В первую очередь хочется, чтобы родители с самого детства, из семьи воспитали в ребенке дорожную культуру, так как ребенок смотрит на родителя и копирует полностью поведение. Если родители пренебрегают правилами дорожного движения, то ребенок затем в различных дорожных ситуациях поведет себя точно так же, нарушит правила дорожного движения и может быть участником дорожно-транспортного происшествия, где получит ранение. Если же ребенок смотрит на родителя, который соблюдает правила, он точно так же будет копировать и вести себя надлежащим образом. Сейчас близится зимний период времени, соответственно, световой день становится намного короче, темнеть начинает раньше. И мы рекомендуем настоятельно родителям обеспечить своих детей световозвращающими элементами, которые крепятся на рюкзачки, на одежду, на шапочки. Сейчас даже продаются шнурки световозвращающие. И эти все предметы помогут ребенку стать более видимым для водителя, а также водителям даст возможность среагировать на дорожную обстановку и вовремя затормозить. Ну и, конечно, как говорилось, примером своим детям показывать, что соблюдение правил дорожного движения – это очень важно. Поэтому пример родителей – очень важный аспект, который зарождает дорожную культуру еще в самом детском возрасте. Наталья Юрьевна, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Орлята учатся всему и в первую очередь доброте и любви к своей стране. В детском лагере «Чайка» открылась профильная смена Орлята России. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Пришли на смену ветераны специальной операции и встретились с подрастающими защитниками Отечества. На дружеской встрече между патриотами были подняты такие темы, как родина и ее историческое прошлое. Подробнее о мероприятии расскажу я, Эльвира Хан, буквально через несколько минут. Вес взят в Хабаровске. Юные сахалинские тяжелоатлеты привезли медали всех достоинств всероссийских соревнований. Ловила волну в Калининграде. Островная серфингистка Анна Вяткина попала в шестерку сильнейших на чемпионате России. Об этих и других значимых новостях спорта вам расскажу я, Игорь Антипов. Семья – самое главное богатство в нашей жизни. Порой в гонке за успехом мы упускаем ценные моменты. Карта Сахалинца – это не только банковская и социальная карта, которая дает большие возможности жителям области. Карта Сахалинца – это еще один повод провести время с близкими. Бесплатный билет для детей до 17 лет в самый большой на Дальнем Востоке аквапарк Аквасити по карте Сахалинца. Повод для насыщенных выходных найдется всегда. Карта Сахалинца заменяет скипас на горном воздухе. Пополните баланс пластика и покорите вершины горного воздуха. Оформите карту Сахалинца на сайте проекта или у банков-партнеров. КОНЕЦ ФИЛЬМА Из птенцов в Орлы более 150 младших школьников со всего региона посвятили в Орлята. Торжественная церемония состоялась в центре Чайка. В течение 10 дней ученики 2-4 классов будут изучать краеведение, попробуют свои силы, в волонтерстве постараются стать юными экологами и спортсменами. Подробности Евгения Конькова. При первых звуках российского гимна дети встали и запели. Причем воспитатели никаких сигналов им не подавали. Эти юные сахалинцы и курячане сами выучили слова и довольно слаженно допели главную песню нашей страны. И это неудивительно. Ребят принимают в новую семью Орлят России. Это было еще во втором классе. Мы были очень активным классом и поэтому нас решили назначить Орлятами России. Сахалинская область стала участницей программы Орлята России в 2021 году. Ее создали, чтобы сформировать в детях любовь к своему краю, стране, к людям, природе, животным. Всего в программе 7 направлений. В их числе орленок-эрудит, волонтер, эколог, спортсмен, лидер и хранитель исторической памяти. В течение 10 дней ребят ожидают встречи, игры, конкурсы и тесное общение друг с другом. Дети будут в течение смены посещать мероприятия, будут выезжать на экскурсии, будут приглашаться гости, которые будут делиться с ними полезной информацией. Эта смена запомнится им надолго. Командирам новоиспеченных отрядов Орлят вручили специальные значки. Поздравить ребят с обретением крыльев приехала министр региональной соцзащиты Ольга Орлова. Она пожелала юным землякам максимально продуктивно провести время в лагере, чтобы пребывание здесь осталось в детской памяти навсегда. Спасибо вам большое за ваше настроение. Я удивлена, как едино мы все вместе пели сейчас гимн. Рада, что вы его знаете. Хоть здесь и подсказки были, я сама иногда подглядывала, но тем не менее. Большие молодцы. Когда-то в нашей стране была организация «Октябрят и пионеров». После развала СССР патриотическая работа с молодежью была забыта. И сейчас она снова восстанавливается. И Орлята России этому живой пример. Евгений Коньков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. А старшеклассники военно-патриотической смены «Авангард» тем временем пообщались с ветеранами специальной операции на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Цель большой встречи взрослым – рассказать об исторической родине и развить мифы о фронте. О подрастающем поколении дать возможность задать вопрос и получить достоверный ответ. Эльвира Хан продолжит тему. 16-летний Владимир Прокопович – юнормеец. И уже второй раз принимает участие в военно-патриотической смене «Авангард». Для него слова о любви к своей родине – не пустой звук. Такие встречи он считает крайне важными для подрастающего поколения. Из таких встреч можно вынести, что действительно в наше время патриотизм – это важная вещь, которой нужно следовать и готовиться к таким событиям, как специальные военные операции. На события приглашены ветераны специальной операции – братья Максим и Юрий Таненберг. Они вызвались добровольцами на фронт выполнить долг перед Родиной. Очень много сейчас информации идет, которая не полезна для, так скажем, для ушей молодежи. Чтобы действительно дети помнили нашу историю, помнили все, что было. Потому что если народ забывает историю, народу такого уже, к сожалению, не существует. Живая беседа патриотов состоялась в рамках занятий «Разговоры о важном», инициированных Министерством просвещения. Встречи проводятся регулярно, но в будущем планируется расширить места проведения, чтобы практика общения с ветеранами выходила за пределы авангарда. Раз в две недели такие встречи проходят на территории авангард. А так, на территории Сахалинской области еженедельно проводятся такие встречи. Предполагается, что такие встречи будут регулярными, не только на базе учебно-методических центров, но и также военнослужащих будут приглашать в школы для того, чтобы увеличить охват. Темы, которые были затронуты в ходе живой беседы между патриотами, разнообразны. Это вопросы целей и перспектив развития молодежного патриотического движения. Мифы, что могут сбить с толку, и задачи, которые ставят перед собой бойцы специальной операции. Участниками большой встречи стали более 60 старшеклассников из Дольницкого района и Южно-Сахалинска. Эльвира Хан, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. Развитие спорта и внедрение новых видов досуга на территории островного региона обсудили эксперты в программе «Дискуссионный клуб» на радио «Комсомольская правда Сахалин». Лазертаг – командно-военная тактическая игра современного поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Высокотехнологичный вид отдыха уверенно набирает обороты среди жителей нашей области. А каратисты радуют своими успехами. Причем не только на родной земле, но и за ее пределами. Островные спортсмены составляют фактически треть сборной России. Сегодня спортивная сборная команды Сахалинской области является одной из сильнейших у нас в России. Ну и тому пример, что у нас 10 человек являются членами сборной команды России. И сейчас у нас Коковоров Константин и Ахмедов Ахмед буквально через 3 часа начнут Коковоров Константин выступать на чемпионате мира в Будапеште. Отмечу, «Дискуссионный клуб» на радио «Комсомольская правда Сахалин» проходит каждый вторник в 18 часов. Все желающие могут стать участниками программы и задать интересующий вопрос, отправив его по номеру, указанному на экране. А вот юные тяжелоатлеты Сахалинской области успешно выступили на всероссийском турнире памяти заслуженного тренера СССР Алексея Колоктионова. Соревнования проходили в Хабаровске. Наши ребята сумели возглавить турнирную таблицу среди атлетов категории 10-12 лет. Показали настоящий накал борьбы на помосте. Слово Игорю Антипову. При своем собственном весе 33 килограмма юный холмчанин Дамир спокойно рвет 29, а толкает 37. Сын прославленного штангиста Максима Шейко приносит Холмску первое золото. Его победный почин на всероссийском турнире поддерживает еще один воспитанник мастера спорта СССР Артура Никитина Константин Травин. Его результат в рывке 47 и 62 в толчке. Абсолютной чемпионкой становится Полина Павлович. По сумме двоеборья девушка набирает 160 кило. В ближайшее время она отправится на тренировочные сборы для подготовки к международным соревнованиям. Еще два первых места Холмску приносят Максим Горбунов и Дмитрий Чеканов. Также первое место для Южинс-Холинска добыл Александр Чоголев. А его напарник по команде Кирилл Сергеенко завоевал бронзу. Эти ребята занимаются под руководством мастера спорта СССР Михаила Щербака. А это Кубок Азии по зимнему плаванию на открытой воде. В Желтое море окунулись 700 пловцов Китая и России, в состав которой вошел и сахалинец Александр Русаков из Корсакова. Парень выступил блестяще на дистанциях 200 и 1000 метров. Получил два золота. Помог сборной нашей страны выйти на четвертое командное место. Благодарю за помощь в командировании мэра города Красакова, администрацию, нашу спортивную школу флагманов и своего тренера Волкова Михаила Михайловича. Благодарим всех за поддержку наших партнеров, которые постоянно с нами, которые поддерживают нас, наше движение. Вместе мы сила, вперед за Россию! Сёрфингистка из Южно-Сахалинска Анна Вяткина попала в шестерку сильнейших на чемпионате России в дисциплине «Длинная доска». Старты на Балтийском море собрали около сотни участников. Землячка доходит до полуфинала, где и конкуренцию составляют несколько местных спортсменок. Нужно поймать несколько волн, две лучшие идут в зачет. К сожалению, выйти в решающий хит Анне не удалось. Тем не менее, девушка она перспективная. В августе стала первой на чемпионате Сахалинской области. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok